Сообщалось о гипогликемических, гиполепидемических и антиоксидантных эффектах черного тмина. Были проведены многочисленные исследования на моделях животных с диабетом. В одном исследовании показали, что 0,4 грамма на килограмм масла черного тмина значительно снижает концентрацию глюкозы в крови у крыс с диабетом через 6 недель. Уровни инсулина у крыс с диабетом, получавший водный экстракт черного тмина в дозе 20 мл на килограмм, повышались через 15 дней. Сообщалось, что внутрибрюшинное введение 810 мг на килограмм метанольного экстракта и 2,5 мл на килограмм масла черного тмина не только снижало уровень глюкозы, но и повышало общий уровень антиоксидантной способности у крыс с диабетом после лечения в течение 25 дней. Также было показано, что пероральное введение 50 мг на килограмм тимохинона увеличивало как энергетический обмен, так и уровень инсулина у крыс с диабетом после 20 дней введения. Эти исследования также показали, что разовая ежедневная доза в объеме 400 мг на килограмм и 50 мг на килограмм массы тела черного тмина и тимохинона, соответственно, при пероральном введении крыс с диабетом снижали уровень глюкозы в сыворотке после вмешательства. В исследовании на животных сообщалось, что пероральная доза в объеме 500 мг на килограмм масла черного тмина увеличивала концентрацию цепептида, инсулина и общей антиоксидантной способности в сыворотке крови, а также снижала уровень глюкозы на модели диабетических крыс. Некоторые исследования утверждают, что эти противодиабетические свойства черного тмина обусловлены инсулинотропным действием, подавлением глюконеогенеза в печени и его антиоксидантным действием. Было проведено множество исследований для подтверждения свойства черного тмина в отношении чувствительности к инсулину и его в освобождении. Было проведено несколько исследований черного тмина, и эти исследования предполагают, что это растение улучшает чувствительность к инсулину, предотвращая серьезность окислительного стресса в поджелудочной железе. Инсулиносекреторные эффекты черного тмина были исследованы в различных моделях животных И были выделены островки поджелудочной железы крысы, и было обнаружено, что секреции инсулина увеличиваются в присутствии черного тмина.